Северо-восточные по-псех Жаркий июльский ветер Откинул прочь ажурную занавеску Ворвался в комнату И занял саностенным календарем До поры забытым хозяйкой Под его дыханием трепетала Но медлила опадать 8 июля Словно не хотела уходить из ее жизни Наконец ветер поднатужился И оборвал его Сегодня 15 Поняла она Прошла неделя Неделя Неделю назад Почтарь Колченогий Митенька Поостерегся заходить в дом Поэтому сунул похоронку в окошко Прости меня, тетенька Ангелина Прости, Христо ради Простить? За что, Митенька? За то, что ты убогий Живешь и будешь жить еще долго Бог даст лет 60 А ее красавица и умница Дочь Ольга Лежит в земле Где-то под городом Идрица Севернее которого Наши войска Вели наступательные бои Она истуканом Каменной бабой Стояла у окна Выворачивая в руках Казенную бумагу И стыла От лютой Всепоглощающей ненависти Ей бы заплакать Как плакала в 41-м По старшему сыну Александру Как плакала в 42-м По младшему Алексею И в 43-м По среднему Якову Сейчас В 44-м слез не было Высохли ее слезы Прости, Оленька Прости, Оленька, мамку Кончились у мамки слезы Как она прожила эту неделю Ангелина Павловна Не помнила Кажется, ходила на работу Кажется, что-то ела Пила Что? Она не знала Как не знала, что собрала В огороде клубнику Вон В мисочке на столе Краснеют ягоды Когда собрала? Зачем? Кому теперь нужна эта клубника? Ангелина Павловна Толкнула мисочку Послышались сочные Плюх Плюх С которыми клубничины Плющились о половице Сладкий Приторно-сладкий аромат Заполнил комнату Вдыхая его Ангелина Павловна Вдруг подумала А не удавиться ли? И испугалась Ее глаза Зашарили по комнате И остановились на календаре С которым недавно Баловался ветер Лишь для того Чтобы отвлечься От дурных мыслей Ангелина Павловна Подошла И поправила страницы Рассеянно прочитала 15 июля В ответ в ней Словно зажегся огонек И из глубин памяти всплыла Сегодня Ахтырская Именинница Ангелина Павловна Вынула икону Божьей Матери Спрятанную от посторонних глаз В шкафу Аккуратно зажгла перед образом Чудом сохранившийся Свечной агарок Встала на колени И искательно взглянула В глаза Божьей Матери Не оставь меня В моем сиродстве Матушка Подскажи как жить Для кого Самая великая Самая неугасимая Наша потребность Не в богатых хоромах Не в модных одеждах Не в разносолах Был бы хлеб насущный Да крыша над головой Более всего Мы, человеки Нуждаемся во Всепрощающем сердце Любящим нас Не за красоту Или богатство Не за талант Или известность Любящим нас просто так Только за то Что мы есть Мы мечтаем о сердце Что вмещало бы нас Со всеми нашими Несовершенствами И слабостями Глупыми мечтами И поступками И пока в человеческих Душах живет Это жажда Материнской любви Материнской ласки И заботы Не прекратится Поклонение Божьей Матери Одновременно Являющейся Матерью Всем нам Слабым И грешным Ее чадом К ней К ее иконам Устремляемся мы В час горя И в минуту радости Ей И только ей Мы несем Наши слезы И наши чаяния С давних пор Одним из самых Почитаемых На Руси Богородичных Образов Стал Ахтырский Образ Божьей Матери Разум Недоразумеваемый Разумите Дева ищущий Возапик Служащему Избоку Чисту Сыну Какаясь Родитеся Мощно Рцими К ней же Он рече Со страхом Абачи Завый Сице Радуйся Свет Неизвеченно Родившая Радуйся Ежи Копани Единого Жена Учившая Радуйся Премудрых Превосходящих Разум Радуйся Верных Позоряющих Смыслы Радуйся Невесту Радуйся 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 Дивный образ Божьей Матери явился в далеком 1730 году в городке Ахтырка почти три столетия минуло с той поры но память народная благоговейно пронесла сквозь время рассказ об удивительном явлении иконы что произошло 2 июля по старому стилю 15 по новому в самый разгар сенокосной страды Отец Василий священник Покровского храма подправил оселком лезвие новой косы куда бы ни бросил он взгляд всюду царили покой и благолепие над травяными зарослями порхали бабочки в синем небе лучилось солнце а из-за речки Ахтырки доносилась песня косцов отец Василий шепотом поблагодарил Господа и его предчистую матерь за даруемые милости ловчий ухватился за косовище широко размахнулся и эх коси коса пока роса и вдруг он чудом удержал стремительное движение ножа среди пляшущих на ветру ромашек применилось священнику золотое сияние отец Василий прищурился пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь дивный и яркий свет и с благоговейным страхом различил икону а на ней прекрасный лик Богоматери склонившийся перед распятием с ликующим Богородице Дева Радуйся пал священник на колени перед чудесным образом и долго-долго славил Царицу Небесную за то что явило чудо его недостойным очам позже отец Василий с почтением принял икону и отнес ее в дом где она простояла ровным счетом три года в русском характере причудливо сплетаются порой благоговение и небрежение порядком так и отец Василий хоть свято почитал явленную икону и ежевечерне молился перед ней не содержал ее в должной чистоте однажды летней ночью он застонал и пробудился жадно хватая теплый воздух широко раскрытым ртом бешено колотилось сердце пытаясь смирить его стук священник вспоминал причудившиеся ему видения а приснился ему сама Божья Матерь только взгляд ее был суров ох суров в тонкую линию сведены брови доколе спросила она доколе попущать будешь пыль что скрывает лик мой встань и омой мою икону ключевой водою и сделанным было по слову Богородицы встал отец Василий и своими руками с любовью и трепетом омыл чудесный образ чистейшей водицы в ту же ночь было ему еще одно видение снова предстала перед ним царица небесная но с улыбкой на устах и в золотом сиянии приказала она пущей синице ока хранить воду которой был омыт ее образ ибо та вода будет исцелять от лихорадки страждущих Радуйся, суди и праведного умоления Радуйся, многих согрешений, прощения Радуйся, одежда многих дерзковения Радуйся, любуйся, поезжелание побеждающая Радуйся, невесту, неневестная С той удивительной ночи великое множество больных постучалось в дом священника и все они, все до единого получили излечение от чудесной воды Слух оцедительной силы явленной иконы дошел до молдавского митрополита Антония По его благословению было проведено расследование исцелений и составлено донесение в Синод В 1751 году Святейший Синод постановил почитать Ахтырскую икону Божьей Матери чудотворной Многие и многие списки сделаны с Ахтырской иконы Один из них хранится в приходе святителя Алексея, села Алексеевское что в 30 верстах от города Чистополя Когда появился список с чудотворной Ахтырской иконы Божьей Матери никто не помнит Кто его написал Кто с любовью и тщанием вывел черты небесной заступницы Имя художника затерялось в веках Зато каждый, без преувеличения каждый житель Алексеевского бережно хранит в памяти историю чудесного явления списка Ахтырского образа Мы с вами находимся на историческом месте где в 1816 году была явлена Ахтырская икона Божьей Матери Согласно летописи Воскресенской церкви села Алексеевского в Рыбной Слободе, которая находится отсюда в 10 верстах через реку Кама заболел юноша по имени Алексей Бакиров который жил со своей матушкой вдовой Бакировой Сухонькая женщина стояла на коленях перед образами переводя покорные глаза с одного лика на другой тонкие бледные губы вышептывали молитву ставшую привычной за 6 месяцев болезней сына Алешеньку б на ножки пожалуйста из постели больного донесся слабый стон проворно поднявшись на ноги женщина подбежала к страдальцу вытерла чистой тряпицей холодный пот сыновьего лба тревожно вгляделась в дорогие черты не захудала ли за ночь? на ищущий материнский взор ответили глаза первый раз за полгода незамутненные болью знаешь, мама снизу вверх неуверенно улыбнулся Алексей Бакиров мне сегодня приснилась Божья Матерь красивая сказала, что в Алексеевском у какого-то Тишечкина есть ее ахтырская икона если я к той иконе приложусь то непременно выздоровею мама, сходила б ты туда, мама сходила б да она бегом туда побежит на коленях будет стоять перед неизвестным Тишечкиным ноги ему целовать но без ахтырской иконы домой не вернется семеня по дороге, что вела от родной рыбной слободы к Алексеевскому Бакирова готовилась к встрече повторяя на разные лады господин Тишечкин Христом Богом я за тебя век молиться буду но долго упрашивать Тишечкина не пришлось выслушав бессвязную вдовью просьбу он пожал плечами и ушел в избу загремел там чем-то забирай она у нас вона в синьках висела женщина приняла из рук мужика чудесную икону и ответила доброму Тишечкину поясной поклон надо сказать, что Тишечкины были раскольники и такую икону не держали у себя и хозяин сказал есть у нас одна икона пожалуй возьми ее, нам она не нужна и когда вдова Бакирова вышла в сене то увидела эту икону покрытую куриным пометом то есть она находилась в таком пренебрежении и она вышла и у ближайшего ручья вымыла эту икону как раз вот мы находимся рядом с этим местом омыла икону от куриного помета и пошла к себе домой нет предела любви Божией Матери не с честь милостей поданных ее радиоахтырского образа стоило только вдове Бакировой с чудесным образом в руках вступить в пределы рыбной слободы сын ее почуял в себе малую талику силы и сел в постели сам без посторонней помощи впервые за много-много дней и недель а когда женщина внесла икону в избу Алексея Бакирова словно кто-то толкнул в спину легко поднялся он с опостылившей кровати и на твердых ногах приблизился к святому образу жаль, но мать не рассмотрела чудесное исцеление сына помешали слезы струящиеся по впалым щекам она не увидела почувствовала что сын рядом услышала вздохи и всхлипы и поняла плачет плачь, плачь, Алешенька благодари Божью Матерь за милосердие за здоровье, за жизнь и толпилась в дверях рыбная слобода от мала до велика и смотрела как плачут Бакировы сын и мать Радуйся, чертожи бессиминного унебещения Радуйся, верный Господеви сочетавшая Радуйся, добрая благопитательница Дева Радуйся, невеста красительница душ святых Радуйся, невесту не невестная Услыхав об этом Алексеевские жители потребовали икону назад хотя они об этом и не знали что такая икона существует и проводы были торжественные как описывает летопись и встреча была такая же торжественная то есть крестным ходом шли из Рыбы Слободы и крестным ходом же встречали из Алексеевского конечно же совсем другое стало отношение к ней именно засвидетельствованы были многие чудеса исцеления от этой иконы и икона была уже принесена и поставлена в Алексеевском храме в главном иконостасе она там простояла более 100 лет до известных событий 1937-1938 Затем эта икона оказалась утерянной и мы долго не знали где она находится и однажды когда мы пришли сюда то увидели что на столе приготовленной для молебна стоит старинная икона Ахтырской Божьей Матери для нас это было большим чудом таким большой радостью одна из прихожан принесла эту икону для того чтобы мы могли помолиться она эту икону сразу не отдала нам а сказала что это моя и я не могу ее отдать но спустя некоторое время она принесла сама ее в храм и пожертвовала нашему храму теперь она находится у нас на иконе изображена скорбящая Богоматерь с молитвенно сложенными на груди руками слева от нее Иисус Христос распятый на Голгофском кресте скорбное лицо Богородицы выражает глубокое смирение и полную покорность воли Божьей в Кахтырской иконе Пресвятой Богородицы стекаются люди чтобы просить небесную заступницу об исцелении от лихорадки и горячки о благоустройстве в обществе детей о покровительстве сиротам мы знаем что Господь отмечает какие-то святыни и иконы чудотворениями через них мы обращаемся в первую очередь к тому кто на иконах на этих изображен потому что поклонение образу восходит первообразу но в то же время и мы эти образы и почитаем это наше отношение к этой святыне есть отношение к Богу и к святым которые изображены на этих иконах Пресвятая Богородица исцели меня от тяжелой болезни продли мои дни пожили моих деток кто позаботится о них когда меня не станет а если случится самое худшее станем надежной защитой и опорой жалься спаси рабу Божью Анну от смертной болезни от тяжкого недуга исцели душу ее тело ее плоть и кровь ее ко святому образу твоему прибегая молю тебя Пресвятая Богородица смилуйся Царица Небесная помоги исцелиться младенцу рабе Божией Ирине она такая маленькая беззащитная она очень устала болеть пусть она сегодня откроет глазки пошевелит ручками и ножками Божья Матерь миленькая защити сирота к Людмилу и младенца Николая отведи от них беды горести и напасти Маленькая девочка с кривым веночком на склокоченных волосах маялась перед облезлым штакетником ее чумазые щеки горели от волнения еще бы им не гореть между штакетин кое-где хранивших следы краски виднелась грядка а на ней ярко олела клубника девочка представила как вопьется в клубничную мякоть и она брызнет ароматнейшим и вкуснейшим соком Малышка примерилась к штакетнику может залезть? Штакетник был невысоким и не представлял серьезной преграды даже для семилетнего заморыша залезть конечно залезть девочка ухватилась за верхнюю перекладину но внутри ее худенького тельца тихий голос тот, что по ночам говорил странные вещи Петроградская сторона Васильевский остров именно тот внутренний голос разочарованно протянул воровать ай-яй-яй как нехорошо она почти отвернулась от штакетника почти ушла но клубника звала клубника манила девочка вздохнула и решительно направилась в дом Ангелина Павловна стояла на коленях перед Ахтырской иконой Богородицы не оставь меня в моем сиротстве матушка подскажи как жить для кого Вдруг откуда-то от двери раздался тонкий почти мышиный писк тетенька можно я нарву клубники немного вот столечка худенькая чумазая девчушка откуда она взялась Ангелина Павловна непонимающе смотрела на ее лицо чья ты как тебя зовут девочка с трудом выговорила сложное слово эвакуированная я меня Олей зовут женщина поднялась с колен и схватила ее в охапку прижала к себе словно долго-долго искала и наконец нашла Оля хочешь быть моей Олей хочу наверное а ты научишь меня плести венки Ангелина Павловна кивнула в худенькой девочке на плечо и заплакала под нежным взглядом Богородица сладкими как клубника оживляющими душу слезами О приблагословенные многомилостивые владычицы мира все мы грешние на святый образ твой взирающий и нанем тебя в скорби и сострадании распятому за нас Христу Спасителю предстоящую видящий усердно молим тебя известную о нас к сыну твоему молитвенницу не остави нас в день испытаний и скорби но в искушениях и напастях нам бываемых огради нас честным покровом твоим от враг видимых и невидимых и дашь нам силу воежи всесовершенную и благую волю Творца и мира владыки творите ей госпоже примилостивая приникни с высоты небесные к воздыханиям и молитве нас грешных исцели болезни недужных умири сердца озлобленных дашь терпение страждущим внуши страх Божий обидящим укрепи гонимые за правду сирота и вдовы защити подашь утешение плачущим и спроси прощение кающимся демонскую же бурю страстей во грешных душах утеши и в сердцах чтущих Тя Христову кротость и любовь в корене и духом милосердия и сострадания и сия утверди егда же и наше и кончинный час приближится тогда оба о владычице приими душу нашу и в сонме праведных сию упокой и дежи лиц и ангел и святых угодник немолчно словословит державу и милость отца и сына и святаго духа и твоей матерни о нас предстательство и заступление ныне и присно и во веки веков аминь 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 аминь